Мы обсудили этот вопрос с президентом Путиным. Мы ценим роль Великой Британии в этой связи. Мы продолжим разговоры по этому направлению с Российской Федерацией, как и мы сделали сегодня. Со своей стороны могу отметить, что мы заинтересованы в расширении участия в строительстве новой трубопроводной системы. Мы заинтересованы в расширении участия большего количества наших партнёров. Но это зависит не только от нас, в том числе и от иностранных участников, которые уже сейчас принимают участие в реализации этого проекта. Но в любом случае, хочу вам сказать, этот проект гораздо более грандиозный, чем просто прокладка газовой трубы по дну Балтийского моря. Это и строительство дополнительных газохранилищ на территории различных европейских стран, включая Нидерланды. Это строительство дополнительных коммуникаций по дну Балтийского моря, возможно, из Нидерландов в другие страны, включая Великобританию. Российская страна получила предложения наших голландских партнёров, и они будут самым внимательным образом изучены. От себя могу сказать, что на политическом уровне мы будем только приветствовать такую активность партнёров, которые работают в важнейшей сфере европейской экономики в области энергетики. Что касается трагической гибели Тео Ван Гога, это ужасное событие. И я думаю, что сегодня мы должны прежде всего подумать о близких Тео Ван Гога и выразить им просто своё человеческое сочувствие. Конечно, это проявление более широкой проблемы, которая называется международный терроризм. Россия ведёт борьбу с этим злом на протяжении достаточно большого времени, в том числе и в Чечне. Мы имеем дело с очень жестокими людьми, с животными в обличии человеческом, которые не понимают и не хотят понимать, в какое время и в каком мире они живут. Наши ответные действия должны быть адекватны тем угрозам, которые они создают для современной цивилизации. Мы несем большие, часто очень невосполнимые, часто просто невосполнимые потери. Но стоит нам только на минуту проявить слабость, и эти потери возрастут многократно. А чтобы действовать эффективно, нужно объединять своё усилие. Об этом мы сегодня тоже говорили господином премьер-министром. Сначала вопрос к господину премьер-министру Балканенда. Вы сказали, что Вы обсуждали вопрос прав человека в открытой атмосфере. В Вашем выступлении я слышал это слово «права человека», Чечня. В выступлении президента Путина я не слышал ничего об этом. Это примерно для Вашего открытого диалога. И во-вторых, вопрос для господина президента. Господин Путин вчера на официальном ужине, который предложила Его Величество Королева Биэтрикс, она упала из речи, хвалила во многом Российскую Федерацию и Россию, а также сказала, что есть ещё возможности для демократического развития, для увеличения внимания, для прав человека и так далее. Вы разделяете эту точку зрения, господин президент? Спасибо. В Течении это чувствительный больной вопрос, конечно. И Вы знаете озабоченность нидерландского правительства и правительств других в Европе. Мы всегда просим, чтобы было внимание с российской стороны для прав человека. С российской стороны, конечно, очень большое внимание для самых террористических действий, которые совершаются в этом регионе. Для меня самое главное, что во время такой встречи, во время переговоров, мы открыто хотя бы об этом говорим, и, может быть, мы ставим различные, подчёркиваем различные темы. Самое главное, чтобы мы не теряем друг друга и обсуждаем это в открытой атмосфере и разделяем озабоченности, которые существуют у нас. По сути, я уже почти всё сказал в предыдущем ответе на вопрос Вашего российского коллеги. Ну, добавлю, я сказал, что наши действия в борьбе с терроризмом должны быть адекватными тем угрозам, которые террористы создают для наших обществ. Мы, конечно, должны действовать цивилизованными методами, но не можем им позволить использовать принципы и философию демократии для борьбы с самими демократическими институтами. Я считаю, что мы на Кавказе, в Чечне защищаем и наши, и Ваши интересы. Если мы позволим в одном регионе террористам поднять голову, они поднимут её и в другом. Что касается соблюдения прав человека, то это актуальная проблема. Она везде актуальна, где есть насилие. Значит, но мы готовы к сотрудничеству, мы открыты. Мы проводили там несколько крупных политических мероприятий в Чечне. Провели референдум по принятию Конституции, провели выборы президента. Мы всегда приглашали принять участие наших коллег из европейских структур. По крайней мере, в качестве наблюдателей никто не приехал. А представители международных мусульманских организаций были и участвовали в этих мероприятиях. И организация «Исламская конференция», и организация «Арабских государств», «Лига арабских государств». У меня иногда возникает вопрос. Некоторые европейцы хотят быть большими мусульманами, чем пророк Магомед. Знаете, у нас есть такое выражение «быть большим католиком, чем римский папа». Наверное, вкладывается впечатление, что некоторые европейские политические деятели хотят быть большими мусульманами, чем пророк Магомед. Но мы очень внимательно относимся к предложениям наших европейских коллег, которые недавно в Брюсселе сформулировали план совместной работы, в том числе и в Чеченской Республике. Мы с благодарностью его принимаем. И мы с благодарностью принимаем и будем работать вместе. Господину президенту и господину премьер-министру, как Вы можете объяснить столь высокий уровень товарооборота между нашими странами и уровень экономических взаимоотношений? В принципе, стран подобных Голландии с развитой экономикой в Европе достаточно, но такие высокие показатели, такими показателями могут похвастаться не все. И в связи с этим, как Вы оцениваете идею создания совместного российско-голландского делового совета? Спасибо. Вы знаете, мне даже трудно ответить на этот вопрос. Во-первых, правительство Нидерландов создает благоприятные условия для развития взаимной торговли и для поощрения голландских инвестиций в российскую экономику. Во-вторых, само бизнес-сообщество Голландии, видимо, тоньше чувствует перспективы развития российского рынка и взаимодействия. И третье, это все-таки то, о чем мы часто вспоминаем последние два дня, это традиции наших отношений. Все-таки это не пустой звук. Я должен Вам сказать, что мы этому вопросу тоже достаточно много уделили времени. И в ходе беседы в парламенте Нидерландов, где я подробно достаточно остановился на внутриполитической ситуации в России. Рассказал о мотивах и сути принятых решений по новой системе приведения к власти руководителей российских регионов через выборы в региональных парламентах. Рассказал о наших планах по укреплению многопартийной системы в стране и изменении способа формирования парламента через партийные списки. Рассказал о наших планах децентрализации власти в связи с новопринятыми законами о развитии муниципального уровня управления и передаче на этот уровень значительной доли полномочий и финансовых источников. Рассказал о планах поддержки, прежде всего экономической поддержки средств массовой информации. Напомню, что сейчас в России функционируют более трёх тысяч радиотелекомпаний и сорок семь тысяч печатных изданий. Очень активно и абсолютно свободно развивается интернет, что представляет определённые проблемы и вызывает определённые вопросы, думаю, что не только в нашей стране, но и в странах Западной Европы. Но, несмотря на эти вопросы, в России не предпринимаются никаких шагов по ограничению свободы интернета. Вот так, в общих чертах.